Пока в Блакове проверяют торговые центры на пожарную безопасность, в жилых домах возникает реальная опасность возгорания. Из-за оттепеля потекли крыши. И если в некоторых домах из-за этого затапливают квартиры, то обратившиеся в нашу редакцию блаковцы страдают по иной причине. Они боятся пожара. Вот буквально 18 числа начинается ужас. Течет в квартире, течет в тамбуре. 24 числа возгорание было у нас в электросчетчике. Приезжали пожарные, приезжали электрики. Электрик напрямую соединил нам в это. Сгорел пакетник, сгорел электросчетчик. Лично в нашей квартире. Жильцы проводят нашу съемочную группу с одного этажа на другой. И везде одна и та же картина. Вода в электросчетках и на стенах потолков в прилегающих квартирах. Мы закрыли, потому что опасаемся, чтобы не убило электрическим током. Здесь вся стена полностью промокшая. Уже больше недели все это льет. Я выключила и соседей, и себя. Потому что галь пошла уже. Чувствуете запад галь. Да. Я не ругалась, а у меня никого нет дома. Вы звонили куда-нибудь? Один дедушка старенький. Звонил к электрикам. Она что-то, не знаю, ругалась и положила трубку. Сейчас вот звонил, никак не могу дозвониться до нее. Жильцы дома обращались и к старшему по дому, и в свою управляющую компанию. Толку нет. 18-го я звонила старшему по дому. Он там работает мастер. Игорь. Фамилия я не знаю. 19-го числа я пошла, сделала заявку. Пришли, почистили снег. Все. 23-го я пошла по новой, уже писала на имя Фержина. Отнесли. Вчерашний день уже муж писал заявление, претензии написали, жалобы прокуратуры. Никаких действий, кроме того, что чистят крышу. Приходили кровельщики. Вчера приходили электрики. Сказали, цыр, мы ничего делать не будем. Доведенные до отчаяния горожане сами отключают электроэнергию, а самые активные пошли в прокуратуру, потому что поняли, больше им помощи ждать нет кого.